Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня второй день нашего океанского лектория в рамках комплексных мероприятий, посвященных наукам об океане и климате и стартовавшему десятилетию Организации Объединенных Наций об океанах и климате в целях устойчивого развития. Если вы смотрите это видео в записи, не забывайте, что у вас есть уникальная возможность направить вопросы письменно в разделе «Вопрос к эксперту», и мы опубликуем их на нашем сайте www.univer.ist.su. Первый гость сегодня – Сьюзи Грант, морской биогеограф из Британской Антарктической службы. Тема лекции – научные исследования и мониторинг в морских охраняемых районах в Антарктике. Сьюзи, вам слово. Я учусь на Антарктике 9 раз, я проводил разные исследования, изучал об антическом биоразнообразии. Также я изучаю Южно-Аркнейские острова и Северо-Западное море Уэделла. Я являюсь научным советником делегации Великобритании при комиссии Антком. Это организация, занимающаяся сохранением морских живых ресурсов Антарктики. Я уже сотрудничаю с 2005 года, уже довольно давно этим занимаюсь. В этой организации давно работаю. И недавно я примерил на себя новую роль. Я возглавляю группу при научном комитете по исследованиям в Антарктике, сокращенно называется SCAR. И мы предоставляем научное консультирование тем, кто принимает решения, законы по антарктическому соглашению. Сегодня мы поговорим об антарктическом договоре, о том, как создание МОР является важным элементом для сохранения биоразнообразия. И вот о чем сегодня пойдет речь. Давайте расскажу вам, что такое система антарктического договора. Еще поговорю о том, каковы цели морских охраняемых регионов, чего они добиваются, как это работает. Поговорю о существующих и также о тех, которые предполагается создать, в существующих МОР и планируемых. В основном мы создаем так называемые PIM-ы. Это планы исследований и мониторинга. Дальше в переводе мы будем называть их PIM-ы. Что требуется для их создания, каковы их задачи. Один из самых главных моментов — умение адаптироваться к изменениям. Об этом я тоже поговорю, как это можно делать. И я закончу лекцию тем, что мы поговорим о будущем МОРов. Подумаем, как сделать их эффективными, что для этого нужно, что требуется для успеха этих экосистем. Давайте начнем, продолжим. Антактика, как вы знаете, это самый холодный регион. Несмотря на то, что тут очень холодно, при этом один из самых продуктивных регионов на планете. Он поддерживает огромное количество морских видов, морских животных, морской жизни. При этом регион, который наименее подвержен человеческому воздействию. При этом все равно воздействие осуществляется в виде рыболопства, туристическая деятельность, научная деятельность. А также самая главная угроза — это изменение климата. Южный океан поддерживает огромные популяции антарктического криля. Это маленькая ракообразная, которая является базой антарктической пищевой цепи. Это пища для разных видов, для пингвинов, китов, котиков, морских птиц, для самых разных морских птичников, для рыб. И криль является промысловым видом в Южном океане с 70-х годов. Задумываются о том, как нерегулируемый промысел может повлиять на популяцию антарктического криля. Я поговорю немножко о системе договора об Антарктике. Я поговорю об этом сейчас. Итак, система договора об Антарктике. Эта система начала действовать в 61-м году. Она оставила за рамками восстановления любые территориальные перетязания к Антарктиде. И Антарктика теперь это регион, который посвящен исключительно мирному сотрудничеству и научным исследованиям. Таким образом, это уникальная научная лаборатория и площадка для научных исследований и сотрудничества между разными странами. Это ключевой момент. Инструменты работы системы договора об Антарктике. Это конвенция Антком. Конвенция Антком отвечает за устойчивое управление рыболовством, промысловым промыслом. И эта система договора об Антарктике регулирует любые другие виды человеческой деятельности в этом регионе. Какая территория к этому относится? Все территории к югу от 60-й параллели. И Антком это при этом действие Антком применимо к более широкой территории, к границе так называемой экологической, то есть это экологическая граница Южного океана. Вот это спера применения деятельности Антком. И это важный элемент системы договора об Антарктике, который устанавливает систему защиты живых ресурсов в данном районе и делает это при помощи моров. В данный момент у этой организации у Анткома 26 стран-участниц плюс Европейский Союз и все решения принимаются единогласно. Это означает, что все страны-участницы должны прийти к согласию, чтобы был достигнут прогресс, чтобы решение было принято. Сейчас идет заседание Антком в штаб-квартире в Фоборте, в Австралии. И сейчас это, как и все другие подобные встречи, где это проходит онлайн. Диаграмма слева показывает структуру этой организации Антком. И вы видите, как решения по мерам, принимаемым этой комиссией, они принимаются, исходя из научных изысканий. То есть группы ученых приходят к капитальным выводам, научные комитеты представляют рекомендации, и так уже формируется политика Антком. И вот ключевые принципы. Главный принцип – это сохранение морского разнообразия в Антарктике. Это означает также, что комиссия не исключает промысла, но этот промысел должен быть устойчивым, должны быть учитываемы требования экосистемы. Этот подход мы видим в принципах сохранения. Это первое – предотвращение сокращения размеров промысловых популяций до уровней, не способных обеспечить стабильность воспроизводства. Второй принцип – это поддержание экологических связей между промысловыми, зависимыми и взаимосвязанными популяциями, а также предотвращение или сведение к минимуму риска изменений морской экосистемы с тем, чтобы эти риски были восстанавливаемы в течение двух-трех десятилетий. Итак, основные меры – это лимитирование добычи, открытые и открытые сезоны добычи, регулирование оборудования для промысла и методов промысла, а также общая экологическая защита. Кроме того, назначаются регионы или подрегионы для научного изучения с целью консервации. Несмотря на все эти меры до начала 2000-х годов, Антком не начал обсуждать возможность создания моров. Именно тогда международная дискуссия по этому вопросу интенсифицировалась. Антком делает все возможное для того, чтобы создать эти районы. Первый воркшоп Анткома прошел в 2005 году. Первый мор появился на Южных Аркнеевских островах в 2009 году. Вслед за этим были определены 9 зон планирования моров. Это показано на карте, эти зоны. Для того, чтобы облегчить дальнейшую работу над разработкой моров для дальнейших регионов, создан общий базис, на основе которого это принципы, это какие-то ключевые инструкции, каким образом создавать моры. Итак, вот общая база. Это принципы, по которым должны функционировать моры. Главные цели и задачи сохранения репрезентативных примеров морских экосистем, биоразнообразия и ареалов, регионы научного реферирования и критические для функционирования морских экосистем регионы. Также те регионы, которые наиболее уязвимы к изменению климата. В соответствии с договором об общем базисе и для создания дальнейших моров, в добавок к островам, южным островам Оркней, мору в море Роса. Эта работа ведется очень медленно. Видите эти участки на карте разными. Существующие показаны голубым, а планируемые синим цветом. Какие сейчас планируются моры? Восточная Антарктика, море Уэделла и Антарктический полуостров. И вы видите, что сейчас идет рассмотрение. И это рассмотрение идет уже несколько лет. Ведутся обширные научные исследования и консультации, которые должны предшествовать созданию моров. И процесс дискуссий идет очень-очень медленно. процесс финализации договора идет очень медленно. Один из ключевых аспектов развития моров – это планы исследований и мониторинга, так называемые ПИМы. Приоритетными элементами планов исследований и мониторинга – это должен быть полный план, который должен быть согласован всеми странами, как только создается мор. Но несмотря на то, что уже появились два мора в море Роса и на южных окнах островах, не удалось прийти к единым ПИМам по этим двум регионам, несмотря на долгие годы дискуссий. При этом каждые 10 лет требуется проводить аттестации. Моров – это очень эффективный инструмент адаптивного менеджмента. Это система открытая, прозрачная и стандартизированная, при помощи которой собирается вся релевантная информация, включающая все индикаторы и параметры. Данные, которые собираются под эгидой данной системы, все документируются и на их основе осуществляется деятельность мора. Цитата из Департамента Калифорнии по рыболовству и природопользованию. Мониторинг и исследование оценки ситуации облегчают адаптивное управление морами. Исследования и мониторинг важны для отслеживания условий и трендов существования морских популяций, ареалов и экосистем, с тем, чтобы понимать, как они меняются со временем. Исследование и мониторинг – это ключевой компонент оценки моров, эффективности их структуры и эффективности их использования. Сейчас поговорим немножко в деталях, как это все работает в двух существующих морах. Это Южные Аркнейские острова. Этот мор появился в 2009 году. План Пима был предложен в 2014 году. Здесь рекламентируется, какие исследования соответствуют задачам данного мора, какие меры по мониторингу необходимы в данном регионе, насколько цели существования этого мора выполняются. И другие исследования регламентируются, которые соответствуют целям мора. Есть также и некоторые общие вопросы, насколько границы данного мора по-прежнему соответствуют задачам мора, как понимать лучше экосистему с точки зрения процессов, этапов развития популяции, ареалов и других элементов, защищенных при помощи данного мора. И насколько разного рода проблемы, такие как изменение климата, рыболовство и прочие элементы вмешательства человека, насколько они влияют сейчас на функционирование экосистемы мора. И вот система разных аспектов, которые принимаются во внимание для того, чтобы проводить широкоформатную оценку функционирования мора. Четыре примера, которые дают вам представление о том, насколько детализированными являются планы исследований и мониторинга. Кроме того, это ключевые индикаторы, с помощью которых отслеживаются изменения функционирования экосистем в морах. Что тут показано? Ну, например, число гнездящихся пар пингвинов Адели на островах Сигни и Лори. Это долгосрочный мониторинг. Кроме того, использование мора пингвинами Адели уже в фазе после спаривания. И это отслеживание ведется при помощи спутниковых систем. Кроме того, это подсчеты регионального уровня, подсчеты количества антарктического криля и распределения криля по территории. Это делается при помощи акустических научных исследований. Изменчивость морского льда. Это делается при помощи удаленных приборов. Вот обширный список проектов. Тут детали разных проектов и разные аспекты, которых эти проекты касаются. И тут несколько примеров. Всего 19 проектов. Эти планы были обновлены несколько лет назад, но Антком все еще не принял окончательную редакцию этих планов. Деятельность пока ведется по черновым планам, но понимание региона улучшается. Цели изначально поставленные с ходом времени, по большому счету, не меняются здесь. Например, Великобритания в 2016 году провела международное тестное исследование, чтобы понимать, что происходит на поверхности морского дна, какие там процессы, какое там биоразнообразие, какие процессы в экосистемах происходят как внутри мора, так и за его пределами. Кроме того, ведется трекинг популяции пингвинов на южных Арканейских островах. Отслеживаются вот тут на правом нижнем фото вы видите это трекинг перемещений пингвинов в районе мора и за его пределами. Самый крупный мор мира, 2 миллиона квадратных километров, это мор моря Росса. Здесь также ведутся обширные исследования и мониторинг. ПИМ для моря Росса. Три ключевых аспекта, я хотел бы подчеркнуть, это репрезентативность, измерить, насколько мор адекватно защищает все природные среды в регионе моря Росса. Второй аспект, это нивелирование угроз, насколько угрозы в данном регионе, насколько их удается нивелировать, насколько удается уйти от них, особенно в тех районах, где велики угрозы от промысла. Ну и, наконец, районы научной деятельности, изучаются возможности исследования антарктических морских экосистем, там, где промысел ограничен, и исследуется, насколько это влияет на вариативность экосистемы в данном регионе. Очень важно следить за итогами и результатами всех этих исследований, очень важно собирать всю эту информацию. И секретариат Анткома создал специальную базу данных онлайн, тут собраны все сведения по географическим зонам, и все сотрудники, все участники процесса очень легко могут найти здесь релевантную информацию по интересующим их проектам. Эта информация открыта для всех участников. Я хочу немножко поговорить о изучении и о мониторинге еще одного очень крупного мора. Это не сфера юрисдикции Анткома, а это национальная юрисдикция, это мор Южная Джорджия и Южные Сандвичевые острова. На этих островах мор был организован в 2012 году, поверхность больше миллиона квадратных километров, включая зоны, где запрещено рыболовство, и где особое внимание уделяется защите кормовым зонам для хищных видов. И здесь добыча криля закрыта, запрещена летом, также для того, чтобы защитить хищника в период размножения. Первая аттестация прошла в 2017 году. Было опубликовано больше 200 публикаций с тех пор, как этот мор был организован. Долгосрочный мониторинг разных видов пингвинов, морских котиков, албатросов. Все это продолжается уже больше, чем 30 лет. И собраны уже обширные данные по промыслу, по побочному лову, по взаимодействию между промыслом и экосистемой. Все эти данные в первую очередь собираются крупными коммерческими рыболовецкими судами. Кроме того, в этих данных вы можете найти графическую информацию с высоким разрешением, фотографии с высоким разрешением. На этом графике слева вы видите перемещение антарктического криля по шельфу Южной Джорджии. Приведена информация, при помощи которых мы можем отслеживать, насколько успешно проходит процесс регенерации антарктического криля в данном регионе. Прочие исследования – это трекинг пингвинов-дженту в зимний период, чтобы понять, насколько пространственно они пересекаются с зоной промысла криля. Еще один проект для идентификации важных регионов для биоразнообразия. Здесь было обнаружено перекрестие, где одновременно и важные виды рыб, и криль находится в одной экосистеме. И вот инструментарий, при помощи которого можно организовать и отслеживать огромные потоки данных, вот таким образом можно применять их. И я работаю с рядом проектов, которые развивают онлайн-инструментарий для того, чтобы помогать работе с этими данными. Мы сейчас разрабатываем этот инструментарий, и это очень важный источник информации для тех, кто занимается проектами, связанными с морами. Это также содержит ссылки на метаданные, на записи других каталогов данных. Все эти данные доступны исследователям, работающим над этими проектами. Научные работники также имеют возможность пользоваться информацией о предыдущих исследованиях, предыдущих проектах. Вот здесь трекинг судов, перемещение судов, участвующих в проектах. Я полагаю, что это очень важный ресурс для будущих научных исследований. Еще один инструмент, который мы разработали, это географическая информация системы, основанная на интернете, эти данные в интернете. И мы видим, как графически изображены данные. Аттестация Мора Южной Джорджии показывает, что научное осознание процессов, происходящих в этом регионе, меняется. И с 2013 года мы видим изменения, и на основе этой информации мы инструктируем и информируем правительство о том, какие меры требуется применять для сохранения биоразнообразия в этом регионе. Правительство Южной Джорджии объявило о некоторых мерах в 2018 году, это расширение зон, где запрещен промысел. Теперь эта зона расширена до показателя 284 тысячи квадратных километров. Кроме того, здесь осуществляется защита хищников в сезон гнездования, в сезон размножения. На два месяца расширено сезонное закрытие промысла криля, а также запрещено использование минералов и углеводородов. Один из главных вызовов перед антарктической экосистемой – это изменение климата. Мы знаем, что потепление уже негативным образом сказывается на этом регионе, и, вероятно, эта тенденция продолжится в будущем. Невозможно защитить виды полностью от изменения климата, но можно нивелировать эффект этой проблемы. Есть свидетельства, в недавней публикации показывают, что наблюдается кумулятивный эффект от различных негативных источников воздействия. Очень важно понимать, какова природа этих изменений, какова природа этих воздействий, и как это изменить в будущем. Что требуется для того, чтобы усилия по сохранению биоразнообразия в будущем увенчались успехом? Возможные сдвиги в распределении видов, живущих на поверхности морского дна, их перемещение к югу, и это вызвано изменениями, потеплением температуры. Какие-то из этих видов вообще могут исчезнуть. Также еще одна модель, еще одно исследование изучает такие виды, как изменяются популяции пингвинов, морских котиков, как меняются виды ракообразных, в частности, то происходит с антарктическим крилем. Видите, на этих диаграммах, видите данные? Это районы экологического значения. Здесь указаны существующие и предполагаемые, планируемые моры. На рисунке 4, на маленькой карте слева, синие регионы, это регионы важного значения. По краям оранжевые участки, это экологически важные участки, там, где некоторые виды, некоторые популяции уже были потеряны. Это очень ясно показывает, насколько важно иметь модель менеджмента, которая приспосабливается, которая адаптируется к изменяющимся в данном регионе реальности. Я хотел бы закончить лекцию взглядом на некоторые вызовы, с которыми мы сталкиваемся в охраняемых районах. Важно найти способ оптимизировать сотрудничество, нужно применять новые технологии, которые уже доступны, нужно создавать моры при помощи аттестаций, которые основаны на объективных научных данных, нужно также использовать системный подход к сохранению видов. Нужно, чтобы сотрудничество осуществлялось на международном уровне, чтобы все действовали сообща. Также очень важно, чтобы все страны-участники действовали сообща и сообща проводили исследования данных регионов. Пока успехи в данном направлении можно назвать лишь локальными. И Антком в целом старается достичь, создать систему моров. Очень важно, чтобы все страны-участники были вовлечены в процесс создания этой системы. Один из основных моментов – это вовлечение все новых участников. Кроме того, у нас прекрасно участвует в исследованиях рыболовецкая отрасль, делятся собранными данными, очень релевантными, важными данными для нашей работы. Цели моров также очень важны, об этом я сейчас скажу. Необходим инструментарий для того, чтобы делиться информацией, для того, чтобы те, кто принимает решения на уровне государства, чтобы эти решения были приняты людьми информированными. И, наконец, эта система должна продолжать эффективно работать и в будущем. Мы должны исследовать и систематизировать данные исследований. Мы должны отслеживать изменения в будущем и регистрировать эти изменения. Сейчас есть очень большое количество разных технологий, новых подходов, которые позволяют нам расширить наши возможности. У нас теперь есть новые подходы, есть новое поколение исследовательских судов, работающих в приполярных и полярных регионах. Есть новое исследовательское судно в Великобритании, Дэвид Аттенборг. Название этого судна – это потрясающее новое судно. Его вот-вот должны спустить на воду. И это очень мощное новое средство для исследования. Кроме того, в Китае, в Германии, в Австралии мы видим, что там тоже создается много новых исследовательских судов последнего поколения. И через несколько лет они будут готовы к тому, чтобы вести исследовательскую работу в Антарктике. Кроме того, рыболовецкие суда продолжают участвовать в нашей работе, в исследовательской работе. Это является прекрасной платформой для исследований. Они проводят акустические исследования криля. Кроме того, удаленное сенсорное изучение территории при помощи спутниковых технологий, моделирование экосистемы. Еще одно средство – улучшенная проекция и моделирование климатических, особенности климатических изменений. Кроме того, автономные устройства, автономные системы здесь также используются. Еще одна технология, которая в последнее время развивается – это новая система камер. Благодаря этим камерам мы можем получить изображение на глубоководных ярусах или же, например, круглогодично наблюдать за колониями пингвинов. Таким образом, технологий действительно очень много. Теперь вы видите, что сейчас действительно воодушевляющее время для антарктических исследований. И, конечно, многое нам еще предстоит узнать, но я надеюсь, что в своей лекции я смогла очертить некоторые цели и задачи той работы, которую проводит Антком с морскими охраняемыми районами. И, конечно, если у вас есть какие-либо вопросы, я готова ответить. Большое спасибо за приглашение выступить сегодня, спасибо за внимание. И спасибо также Андрею за его замечательную работу по переводу моего выступления сегодня. И, конечно, я буду рада ответить на любые вопросы. Большое спасибо. Коллеги, можно задавать вопросы на любых языках, и мы будем переводить. Первый вопрос, комментарий. Спасибо за вашу лекцию. Ряд стран предложил новые морские охраняемые районы, и большая часть из них совпадает с районами территориальных претензий на часть континента этих стран. Это совпадение или после окончания действия договора об Антарктике, это будет одним из факторов раздела континента Антарктиды. Спасибо за вопрос. Я думаю, это действительно очень хороший вопрос. Да, вы правы. Действительно, работа по развитию охраняемых территорий, конечно, предполагается в тех областях, где у различных стран есть свои интересы. Они касаются исследований, они касаются некоторых исторических факторов, например, у них там есть исследовательские станции. Что касается Великобритании, то большая часть научной работы проходит в юго-западном секторе, и именно в этой области наша научная экспертность наиболее высока, и да, это также совпадает с районами территориальных претензий. Тем не менее, я хочу сказать, что в целом у Антком есть общая цель, которая не зависит от территориальных претензий. Нам очень важно сделать так, чтобы все важные районы были защищены, и мы хотим защитить его для всех. Что касается договора об Антарктике, я надеюсь, что такая ситуация, какая есть с этим договором сейчас, будет продолжаться и в будущем, и, в общем-то, нету никаких предпосылок к тому, чтобы этот договор перестал существовать. И я надеюсь, что он будет продолжать действовать в духе сотрудничества, и это будет действительно международное усилие по защите континента вне зависимости от национальности и стран. Спасибо за вопрос. Большое спасибо за ваш ответ. Добрый день, Сьюзи, это Василий Спиридонов. Большая часть предлагаемых антарктических муров находит западный антарктический полуостров, это другая история. Как вы представляете себе создание морского охраняемого района там? Это очень хороший вопрос. Добрый день, Василий, очень рада вас видеть. У нас несколько лет назад была общая экспедиция, где мы были вместе, так что здорово снова вас видеть. И большое спасибо за вопрос. Я думаю, что антарктический полуостров, вы совершенно правы, действительно уникальное место, это отдельная история. Я думаю, что создание мора там, это довольно непростая задача. Это связано с тем, что человеческая деятельность там достаточно сложна. Это не только рыболовство, но и много туризма, большое количество научных исследований. Антком очень много с этим вопросом работало ряд лет. И сейчас мы делаем упор на управление крилевым промыслом в этом регионе. И как распределить улов криля по этой территории таким образом, чтобы риски по отношению к хищникам, в частности, пингвинам, китам, тюленям в этом регионе были минимальны. Я думаю, что когда в этом вопросе будет сделано больше прогресса, то будет проще создать сеть защищенных районов, которые будут взаимосвязаны. Я думаю, что особенно важный момент это именно рыбный промысел. Нам необходимо собрать данные, которые нужны для управления рыболовством, чтобы реагировать на изменения, которые происходят в регионе. А в этом регионе они происходят особенно быстро. Кроме того, речь не только о защите этого района от рыболовства. Есть и другие важные области. Например, защита бентических мест обитания, которые расположены особенно глубоко и являются особенно уязвимыми, в частности, перед будущей деятельностью. Так что вы правы, это действительно очень непростой вопрос и понадобится много времени для того, чтобы все эти компоненты стали работать вместе. И на их основе можно было разработать какой-то конкретный план. Я думаю, что в этом регионе особенно воодушевляет то, что происходит большое количество взаимодействий между разными странами и различными группами. Это в любом случае позитивный процесс. И до сих пор по этой местности мы получаем предложение. Так что я надеюсь, что это продолжится. Сьюзи, тогда пока еще коллеги думают, я задам сама вопрос. Я думаю, он очень важен для всех коллег. Как вы думаете, можно ли при помощи планов мониторинга и исследования объединить все морские охранимые районы, объединить подход к ним, найти какие-то общие критерии и при помощи этих планов создать некую общую систему мониторинга за природой во всем Южном океане и вокруг Антарктиды? Да, я надеюсь, что так и будет. Это действительно замечательная цель, которую можно себе поставить. Я думаю, что пока что планы исследования и мониторинга разрабатывались несколько по-другому, потому что их разрабатывали отдельные группы или же отдельные члены Антком. Я думаю, что, конечно, важно, что у каждого из этих планов есть свои собственные характеристики. Мы знаем, что многие регионы Антарктики отличаются друг от друга с точки зрения экологии. Например, море Роса очень сильно отличается от Южных Оркнейских островов. Но я также думаю, что морские охраняемые районы тоже отличаются друг от друга и к разным местам необходимы разные подходы с точки зрения исследований. Сейчас у нас уже развита исследовательская инфраструктура в некоторых районах, и нам нужно понимать, что эта инфраструктура будет продолжать оставаться разной в разных районах и не ожидать слишком много от создания общих подходов. Я думаю, что при разработке планов исследований моторинга есть риск того, что мы можем пытаться делать так, чтобы эти планы работали абсолютно одинаково в разных районах. Но часто это невозможно в силу различий между этими районами. Поэтому я думаю, что нам нужно быть реалистичными и понимать, что достижимо в том или ином районе. Но я с вами согласна. Эти планы действительно являются отличной возможностью определить, что важно, что нам нужно знать про морскую среду конкретного района для того, чтобы ее защищать. Так что, да, я думаю, что у нас есть большое количество возможностей попытаться как-то унифицировать, объединить эти планы и установить общие принципы. И в целом Анком пытался уже это сделать, но мы работаем с этой точки зрения достаточно медленно. Но, тем не менее, такая цель есть. Спасибо за вопрос. Большое спасибо за такой детальный ответ. Это очень важно понимать, что все морские охраняемые районы отличаются, что они не похожи друг на друга. Везде разные морские обитатели. И поэтому нужно по-разному это все исследовать. Здесь есть разница. Следующий вопрос такой. Как часто сейчас проходят исследования в уже созданных морских охраняемых районах? Как там идет мониторинг? Опять же, это во многом зависит от того, о каком именно районе идет речь. И я говорила о трех примерах. Это Южные Аркнейские острова, например. Если брать Южные Аркнейские острова, то туда достаточно трудно добраться. Кстати, экспедиция, в которой мы были с Василием, стала одной из немногих экспедиций, в рамках которой мы рассматривали бентесную среду этой территории. Кроме того, достаточно трудно получить финансирование для того, чтобы организовать такую исследовательскую экспедицию в те районы. И, разумеется, это проблема, о которой нам необходимо помнить. Есть некоторые районы в Южной Георгии и на островах Росса, где уже были получены очень хорошие данные в результате мониторинга. И мы можем опираться на эти данные. Я думаю, что если взять новые технологии, в частности, дистанционные зондированные или автономные транспортные средства, они помогут получить лучшие данные, которые помогут нам лучше понять эти регионы без необходимости постоянно туда ездить. Потому что, конечно, добраться туда непросто. Спасибо. Возможно, что страны, которые не ратифицировали соглашение о морах, могут повысить вылавливание рыбы в отсутствии рекоменции. Например, Япония продолжает такую деятельность. Это возможно. И по-прежнему остаются проблемы с незаконным рыболовством в Южном океане. Это действительно огромная территория, поэтому мониторить весь регион буквально невозможно. Так что, да, это возможно. Такая проблема может быть. Но я думаю, что Антком в этом плане делает очень много для того, чтобы предотвратить такие практики. И не допустить нерегулируемого рыболовства. Если взять страны, которые не являются членами, есть возможность оказывать давление на такие страны со стороны Анткома, чтобы страны присоединились к конвенции и принимали участие в общем усилии. Так что, отвечая на ваш вопрос, да, такая практика возможна, но кажется, что такая возможность сокращается. И я надеюсь, что это происходит благодаря тому, какие меры сейчас в этом плане вводятся. Большое спасибо, Сьюзи. Вы упомянули ННН промысел, нерегулируемый, незаконный промысел, то есть, или там, браконьерство, как это в России говорят. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, создание сети морских охраняемых районов поможет лучше контролировать этот регион и противостоять незаконному промыслу? Это может несколько помочь, но, как я сказала, достаточно трудно все это подается регулированию и достаточно трудно удостовериться, что на всей этой огромной территории все правила будут выполняться. Но я думаю, что если в этом районе будут присутствовать суда, где есть наблюдатели или суда, которые как раз следят за такими незаконными практиками, разумеется, это будет улучшать ситуацию. Кроме того, еще один способ предотвратить браконьерство, это расширять нашу научную исследовательскую деятельность, экспедиции. Конечно, никогда, тем не менее, не будет возможно полностью предотвратить такие незаконные практики, но я думаю, что да, создание морских охраняемых районов способствует предотвращению этих практик. В принятых мор исследования проводились на протяжении нескольких десятилетий. В ряде новых предложений, предложенных мор, таких исследований не было. Насколько научно обоснованы новые мор? Это действительно хороший вопрос. Бывают области, где данных недостаточно. Кое-где используются новые пути определения морских охраняемых районов. В частности, это касается, например, Восточной Антарктики. Этот мор был задуман для того, чтобы попытаться объединить несколько представительных примеров экосистемы этого региона. На основе более ограниченных данных, чем данные по другим более изученным районам, например, Море Роса или Антарктический полуостров. Но, тем не менее, есть данные о том, что защита этих районов нужна, и нам необходимо быть уверенными, что районы защищены от деятельности человека и защищены места обитания, которые могут измениться в результате деятельности человека. И мы с полной уверенностью можем говорить, что это делать важно. Я не думаю, что есть какие-то предложения о том, что необходимо в широком масштабе защищать районы, которые являются крупными, но при этом совершенно не изучены. Но в целом у нас такой подход, что мы можем знать не так много о конкретном районе, но мы можем знать о том, что есть важная среда обитания в этом районе и важная экосистема, которую необходимо поддерживать. Я думаю, что эти факторы важно принимать во внимание, и я бы предложила поддерживать назначение таких моров, даже если мы не так много знаем о них, как о других. Я бы хотела добавить, что российские ученые для Арктики, не для Антарктики, разрабатывали определенную систему по созданию морских охраняемых районов, и у них фактор недостаточности научных данных и неисследованности был как фактор обязательной защиты. Потому что если зону еще не исследовали, ее не знают, то ее тем более нужно защищать. Это очень интересно, что такая практика применялась в России как дополнительный фактор к тому, что эта зона должна быть под охраной. Да, я думаю, что это очень важный принцип, особенно в таких местах, как Арктика или Антарктика. Как мы сказали, там достаточно трудно проводить исследования, достаточно трудно собирать данные, и мы не можем позволить себе ждать, пока появятся более обширные данные для того, чтобы защищать эти территории. Потому что, возможно, для этого понадобится слишком много времени, а, возможно, это никогда не будет реалистично. В частности, что касается Южного океана, нам действительно не стоит ждать того времени, пока мы получим больше данных по этому району. Конечно, всегда замечательно, когда мы можем улучшить наше понимание, когда мы можем провести исследования, которые дадут нам больше данных. Но я думаю, что совершенно справедливо говорить, что если мы не очень много знаем о территории, это значит, что мы все равно должны защищать ее, и не надо ждать, пока появится больше информации. Следующий вопрос. Если в ближайшее время в Антком хотят создать целую сеть морских охраняемых районов, огромные акватории, это получается, что Антком не справляется со своими целями? Нет, я не думаю, что это так. Я думаю, что создание сети моров не обязательно на гигантских акваториях, не обязательно означает это. На мой взгляд, речь не идет о том, что эти территории займут какую-то огромную часть Южного океана. Они не так уж велики. Конечно, они достаточно большие, но если смотреть на долю, которую они занимают в Южном океане, получается, что они не настолько велики. И это одна из целей по защите, которую ставит себе Антком. Такое введение позволит лучше достигать этих природоохранных целей. Конечно, есть и другие аспекты. Например, регулирование рыбного промысла. Это тоже очень важный компонент системы управления. Я думаю, что нам необходимо рассматривать все эти цели параллельно. Нам необходимо эффективное управление рыбным промыслом в Южном океане. Кроме того, необходимо заниматься морами. И это тоже часть управленческой работы. Я не думаю, что это какие-то отдельные цели. Я думаю, что они связаны друг с другом. И я также думаю, что моры – это действительно один из важнейших аспектов деятельности Антком с точки зрения охраны природы. Так что это важная цель. А как вы считаете, в целом нынешняя система справляется по контролю морей с охраной ресурсов, биоресурсов и других ресурсов? В целом в мире та система, какая есть по рыболовным различным группам и как Антком в целом у нас как ситуация с ресурсами, с рыбой? Все ли идет хорошо или у нас идет перелов тотальный? Я думаю, что у Анткома были несколько сложных лет. В какой-то момент обсуждение моров зашло в тупик. И в какой-то момент различные стороны потеряли доверие друг к другу. И было ощущение, что все стороны слишком далеко друг от друга, им не удается выстроить мосты друг между другом. Мне кажется, что Антком всегда была достаточно сильна в своем подходе, направленном на сохранение ресурсов. Сегодня, на мой взгляд, ситуация неплохая. В основном они справляются со своей работой в части регулирования рыболовства и реализации мер по сохранению. Настолько хорошо, насколько это возможно. Но я думаю, что, помимо этого, нам нужно перестроить отношения между членами Анткома. Я много общалась с разными людьми во время встреч Анткома. И эти встречи наводят меня на мысль, что члены и разные стороны имеют общие цели. Мы все хотим, чтобы среда была здоровой, чтобы рыболовство могло продолжаться безопасным образом, чтобы экосистемы были сохранены. И я думаю, что у нас вполне есть возможность достижения этой цели, если мы работаем вместе, как группа. Я думаю, что нам просто нужно найти точки соприкосновения между членами, чтобы мы могли двигаться дальше. Последние несколько лет были достаточно непростыми, но я думаю, что причин этому довольно много. У меня все же остался оптимизм относительно Анткома. Я думаю, что в основном комиссия работает очень хорошо, особенно по сравнению с комиссиями многих других частей света, где практически нет никакого регулирования. В частности, я говорю о разных шельфовых зонах, где деятельность совершенно не зарегулирована. Так что, если смотреть в сравнении, то Антком работает просто отлично, несмотря на все сложности. Сюзи, вы еще хотели бы что-нибудь сказать, чем-нибудь поделиться с коллегами? Я просто хотела бы всех поблагодарить за то, что вы пришли послушать и за действительно замечательные вопросы. Мне кажется, что это была действительно интересная дискуссия. И вопросы, которые вы задали, все очень хорошие. Я надеюсь, что эти обсуждения могут продолжаться, и я очень рада возможности пообщаться с вами сегодня. Еще раз большое спасибо за приглашение, Елена. И я еще раз хочу поблагодарить вас. И спасибо Александре и Андрею за перевод. Замечательно, что есть такая функция. Спасибо. Сюзи, спасибо большое. Очень надеемся, что это не последний раз, когда вы принимаете участие в нашем семинаре. Будем рады вас видеть снова. Очень был интересный рассказ. Спасибо большое. И спасибо переводчикам и вам, Елена. Большое спасибо, Александра. Большое спасибо, Сюзи. Большое спасибо всем слушателям за интересные и важные вопросы. Мне кажется, что дискуссию надо продолжать. Она конструктивная. Мы должны строить мосты. Мы должны давать возможность ученым общаться на таких прекрасных базах, как у вас, Центр морских исследований. И я надеюсь, что мы продолжим. И это очень важная работа. И как я смотрю, у нас отзывы, что всем очень понравилось. Вот вопрос. Как насчет наблюдателей на судах? Через них проходит огромная информация. Как насчет наблюдателей на судах? Через них проходит огромная информация. Вантком. Это может быть по планам ресерча и мониторинга. Вантком есть сильная система научного наблюдения над судами. И я думаю, что, как я сказала во время лекции, количество информации, которое собирается на раболовецких судах, действительно огромное. И эта информация очень важна для работы по мониторингу. И на раболовецких судах действительно огромная. И эта информация очень важна для работы по мониторингу и для получения информации о морских охраняемых районах. И очень важно также, что эта информация собирается в течение длительного времени. Поэтому информация становится все более и более полной. И да, наблюдателям приходится работать в непростых условиях для того, чтобы собирать всю эту информацию. И члены очень благодарны наблюдателям за эту работу. Потому что это очень важно для поддержания регулирования и для общей работы по наблюдению. Сюзи, многие благодарят за интересный доклад. Еще раз благодарю вас от себя за то, что вы нашли время присоединиться, рассказать об этой интересной работе, поведать нам о Бантком, о планах мониторинга, о критериях. Это очень важно. И такие лекции – это ключик к решению наших вопросов. И большое-большое спасибо всем. И до встречи снова. Еще раз всем большое спасибо. Действительно, у нас сегодня немало вопросов. Спасибо Сьюзи за ваше время. Спасибо Елене за модерацию. Мы опубликуем вопросы и ответы на наши страницы уже в ближайшее время. Также хотим сказать большое спасибо одному из наших партнеров. Это Коалиция по сохранению Антарктики и Южного океана за ту помощь, которую они оказали нам в разработке тем лекций. У нас сейчас небольшой перерыв. Ровно в 11.00. Будем ждать вас на следующей лекции. Продолжение следует...